Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки по уроту Чува. Мы уже в 11 главе. У нас сегодня второй абзац. Я бросил линк в чат. Текст, как на прошлом уроке, тоже так. Мы не успели пройти этот второй абзац. Давайте, как всегда, его прочитаем. По мере того, как Чува становится более глубокой, страх смерти постепенно уменьшается, пока не исчезнет совсем. Вместо его занимает состояние и будет смеяться на последнем днем. Духовная реальность истинного бытия человека, так же, как духовная реальность всего мира в целом, обретает отчетливый рельеф. И очевидность ее постепенно проясняется. И смерть теряет свое имя. И вместе с ним исчезает страх и ужас перед ним. И отдельная личность, постепенно возрастая, включается в общее содержание целого народа, в полноценном включении. А оттуда поглощается всеобщим бытием мироздания. И с высшим объединением находится в блаженстве, в сиянии божественном, и величем несокрушимости его, его света и наслаждения, богатого жизнью, бьющего ключом всепобеждающего бытия. Здесь, видимо, в основном, рам говорить про конкретного человека, про каждую личность. Но мы это приложим так же и к всему человечеству тоже. Давайте сперва сделаем такое вступление. На самом-то деле, смерть, страх смерти – это что-то очень-очень сильное в нашем мире. В общем-то, если мы смотрим на что-то в мире непереходящее, вечно, а за это небытие, это смерть. Ты можешь строить большой дом, его, в конце концов, засыпет песок. Ты можешь строить великую цивилизацию, ее тоже засыпет песок. Ты даже можешь зажечь звезду, и она тоже погаснет. То есть закон сохранения энтропии, он как-то работает против нас. Мы смотрим на мир, и то, что мы видим постоянное в нем, неизменно – это смерть. Неважно, что и как будет, ты можешь себя вести морально, ты можешь себя вести аморально. В конце концов, мы все умрем, и все, что мы сделали, ты тоже умрет. И наш народ, и цивилизация, и наша планета, и наше Солнце, и наша Вселенная. С этой точки зрения, то, что мы начали нашу серию уроков с того, что наш основной враг – это отчаяние. Главное – отчаяние происходит от смерти. Не просто так у нас смерть – это источник нечистоты ритуальной, а именно жизнь – это источник чистоты ритуальной. Именно поэтому Бог, мы его называем Бог жизни. И в Торе у нас написано «Выбери жизнь». Соответственно, если мы хотим серьезно бороться с отчаянием, нам нужно какое-то решение для смерти. Потому что если в конце концов мы все бренны, и в конце концов все заканчивается, и все уходит в небытие, то особенного смысла нигде чего нет вообще. Поэтому из этого, как вот, я сейчас фиксирую немножко в шарке, у нас выходит в обязательном порядке, что нам нужно как-то впечатать, что да, у нас будет воскрешение из мертвых, да, мы победим в конце концов смерть, потому что иначе у нас окажется смерть – это самое сильное, что есть у нас в жизни. это нехорошо. И тогда борьба с отчаянием, она будет понарошку. Соответственно, поэтому, и не только поэтому, как бы вообще, да, теперь Равка этому подходит серьезно. И он не только вот здесь немножко коснулся нашей книги «Ротокодыш». Швак, кстати, первый раз, да, он коснулся смерти. Но в других местах Равка разбирает, подходит к этой теме тоже. В своей книге «Ротокодыш» Равка тоже занимается, в общем, серьезно занимается проблемой смерти, потому что смерть – это, в общем-то, если мы сказали, да, что отчаяние – это наш главный враг, то смерть – это источник отчаяния. Пока есть смерть, или пока то, что мы видим, что смерть, она главенствует в мире, видимо, отчаяние победить невозможно или сложно. Соответственно, нам нужно бороться со смертью. Я сейчас процитирую Равку из других мест. Он говорит, окей, и как мы будем бороться со смертью? Ну, так и будем. В конце концов, смерть действительно отступит. Давайте посмотрим с другой стороны, то есть развитие Вселенной, развитие жизни, развитие Земли – это все идет против смерти. Как бы мы бы ожидали по закону как бы возрастания энтропии, что мир не будет более и более усложняться, а наоборот будет более и более примитивный. Но и возникновение солнечных систем, солнечных систем, и возникновение планет, и возникновение жизни, конечно, и усложнение жизни, это все достаточно дерзкая попытка, не попытка, в общем-то, дерзкое продвижение против закона сохранения, распространения энтропии, то есть хаоса. Закон увеличения энтропии говорит о том, что если я поставлю на стол горочечание, он у меня с течением времени, видимо, все-таки остынет, а не закипит, если я его не буду греть. Да, то есть температура выравнивается. Мы приходим к более примитивной, более простой форме. Но мы видим, что несмотря на это ожидание, и закон он закон, мы как бы видим действительно жизнь. И в конце концов, человек, жизнь моральная, и так далее. Когда раб в других местах, я сейчас уже цитирую, относится к смерти, он говорит, окей, как нам бороться со смертью? Первое, что нам нужно любить жизнь. И на сегодня мы меньше любим жизнь, мы больше боимся смерти. Наша любовь к жизни – это обратная сторона просто боязни смерти. Раба говорит, вот это первое, что нужно менять. Нужно начинать действительно любить жизнь. И тогда, а не только потому, что это обратная сторона боязни смерти. Надо саму жизнь любить. И, конечно, в это входит, во-первых, по-простому, Рафетт пишет, увеличение продолжительности жизни. Безусловно, как первый шаг. Потом Рафетт упоминает в нашем тексте и в других местах. Конечно, любовь, отношение между мужчиной и женщиной и, как бы, дети, потомство, чем мы связываемся с, где мы связываемся с вечностью. Где мы связываемся с вечностью. Еще один, еще одна возможность связи с вечностью – это через народ. даже если народ, он заканчивается в какой-то момент, то это все-таки нас привязывает к гораздо большим, расширяет нашу жизнь. Как Раф пишет здесь, в нашем отрывке, после связи с народом, идет связь со всем мирозданием, у которого жизнь гораздо шире и больше. и в конце концов, в связи с Богом, где жизнь еще больше и еще шире, нельзя забывать, что, когда мы говорим про борьбу со смертью на таких и этих высоких этажах, мы имеем в виду и по-простому тоже. смерть прекратится, в конце концов. Раф говорит, что смерть – это как-то беззаем, как это сказать, это помогите мне, беззаем. Оскорбление, обиды. Нет, не обиды, это оскорбление, да, это скорее оскорбление святому народу. Это соответственно, это состояние обязано быть временным. И в самом простом своем понимании смерть, она должна исчезнуть, точка. В физическом плане, не только там, где-то там, на уровне души, на уровне тела тоже смерть должна уступить свое место. И действительно, конечно, уровень жизни у нас сегодня лучше, продолжительность жизни у нас действительно сегодня лучше, качество жизни должно быть лучше, чтобы действительно, но мы победим смерть. И это не только заявление, опять-таки, как я повторил, в моральных, в духовных мирах, это в нашем физическом мире мы обязаны победить. Смерть, это мы победим. На сегодня это уже видно, я люблю про это рассказывать, есть несколько известных видов животных, которые бессмертны. То есть, если их никто не съест, они там не упадут, не сломают голову и лапы, то они могут жить бесконечно практически. И наука сегодня продвигается действительно, технология в сторону борьбы со старостью, продлением жизни, пытается вскрыть проблемы старости и их решить. поэтому тему смерти и, конечно, чувы в связи с смертью мы не можем обойти и в конце концов в какой-то момент нам нужно это дело упомянуть. Давайте вернемся теперь к нашему тюрку. По мере того, как чува становится более глубокой, страх смерти постепенно уменьшается, пока не исчезнет совсем. Место его занимает состояние и будет смеяться над последним днем. То есть здесь Раф нам сейчас говорит, не так я сказал раньше, что смерти просто прекрати ее, ее не будет. Здесь нам сейчас говорит, что смерть, может быть, да, будет, но человеку не будут бояться. Это будет переход из дому состояния в другое, но бой смерти прекратится. Здесь, видимо, конечно, напоминает нам Медраж, который говорил про Якова последнего из пранцев, Раши приводит Медраж в своем комментарии на Тору, он говорит, что для Якова смерть была как будто вынуть волосинку из молока. Не страшно, не больно, естественно и просто. Место занимает состояние и будет смеяться над последним днем. Духовная реальность истинного бытия человека, так же, как духовная реальность всего мира в целом, обретает отчетливый рельеф и очевидность ее постепенно проясняется. Ее это духовная реальность. А смерть теряет свое имя. Теряет свое имя, то есть смерть становится более размазанной менее четкой и вместе с ними исчезает страх и ужас перед ней. То есть смерть начинает стираться с духовным продвижением человека и человечества. отдельная личность постепенно возрастая включается в общее содержание целого народа полноценного включения. Это конечно не победа над смертью, как я сказал в начале, но это шаг к. Когда человек себя видит не отдельный, то есть у человека есть плюсы видеть себя отдельный, полностью ни от чего независимой личности. И есть минусы. У человека есть плюсы видеть себя частью чего-то гораздо более большего, чем он. И есть минусы. Сейчас мы обсуждаем плюсы того, что человек видит себя частью народа. Если человек живет 80 лет, 120 лет, народ живет 500 лет, 1000 лет, много. Соответственно, конечно, здесь раф не упоминает, но как человек включается в народ. Это, конечно, дети. И это тоже прикосновение к бесконечности. Человек, которого есть, оставил потомство, ему он не прекращает бояться смерти, но ему с этим проще. Он докоснулся, он связан веревкой цепью с прошлыми и будущими поколениями, опять-таки, это не победа, но это что-то, что один шаг к, это облегчает состояние. А оттуда поглощается всеобщим бытием мироздания. А если народ, мы сказали, допустим, живет 1000 лет, 300 лет, то мироздание уже живет миллиарды лет. То есть мы очень сильно расширяем связь человека со всем, что было и будет. И соответственно смерть, то, что наше солнце взорвется через 100 миллионов лет, и что наша вселенная прекратит существование через 10 миллиардов лет, это уже гораздо меньше нас страшит, чем нас собственно смерть через 50 лет. И с высшим объединением находится свое бложество в сиянии божественном и величии несокрушимости. А когда мы видим, что творение это сливается, прилипляется к творцу, который никогда уже не закончится его существованием, его света наслаждением богатого жизнью, бьющего ключом все побеждающего бытья. Итак, я специально взяв другие места урава, одел наш отрывок как луковицу в еще одежду. Здесь раф не говорит о полной победе над смертью. Он говорит почти. смерть будет менее четкая, она будет размазанная, она имеет свое имя. Народ здесь не говорит о том, что смерть исчезнет, но в другом месте он говорит, что она исчезнет вообще. И из нашего материального мира тоже. Раф говорит о том, что через связь с народом, через связь через народ дальше со всеми мирозданиями и с Богом, мы это один из путей прекратить бояться смерти. А теперь давайте я задам вопрос, то, что мне не до конца понятно. Как ко всему этому относится Шива? Давайте посмотрим текст еще раз. По мере того, как Шива становится более глубокой, страх смерти постепенно уменьшается, пока не исчезнет совсем. А почему собственно уменьшается? Место его занимает состояние и будет смеяться над последним днем. Духовная реальность и так далее. То есть видимо духовная реальность, чтобы ей истинного бытия человека, так же как духовная реальность всего мира, если мы относимся к духовной реальности как истинному месту для бытия человека и человечества и всего мироздания, то соответственно духовная реальность безусловно требует нас чува. То есть если мы говорим про духовную реальность как про что такое не серьезное и не факт, по-настоящему существующее, то и чува непонятно как здесь нужно. А если духовная реальность и духовное жизнь это настоящее место, то духовная реальность серьезная получается. А духовная реальность конечно требует чува. Соответственно серьезное отношение к духовности обязательно в порядке требует чува. Тогда по мере того, как чува становится более глубокой, а духовная реальность более серьезная. Так мы предаем эту серьезность, то страх смерти исчезает. И вот эта серьезность порождает смех над смертью. Что у нас может быть более веселым, чем посмеяться над смертью самым страшным вещам, которая есть в мире, которая пугает как человека, так и народы, так и человечества. Давайте я на этом остановлюсь. И как я люблю, передам вам микрофон обратно. Пожалуйста. Спасибо. Кто-то хочет что-то сказать, добавить, разразить. Есть какое-то понимание более интересное нашего текста, нашего отрывка. Пожалуйста. может быть, это как-то связано с знанием смысла. потому что самое страшное, что смерть делает человеком, это он ощущает бессмысленно существование. Уходит близкий человек, как бы, все, что он делал, все, что было, все, оказывается бессмысленно. В тот момент, когда ты лучше понимаешь смысл, что смысл есть, он связан с судьбой народа, с Всевышним, то это как бы страх уходит, что больше всего пугает, на самом деле, вот эта вот бессмысленность, которая кажется, что жизнь вся так ужасна, все кончается смертью, никакого продолжения нет. Но бессмысленность связана со смертью. Именно потому, что есть смерть, то есть все в конце концов будут перегибены вот кто идет в никуда, то есть смерть оказывается и нет. А когда ты лучше понимаешь, что есть смысл, например, не важно, шува, например, у нее есть какая-то невозможная сила изменить прошлое, это что-то нереально. То есть придать ему смысл. Допустим, в моем прошлом все было иного. Ведь в результате я терял смысл позитивный. Но когда я расстраивался, я как бы придал смысл всему, что было раньше, как Иосиф говорил братин, да? Не вы меня сюда послали, а Всевышний. Да просто, конечно, вы поступили нехорошо, но на самом деле вы реализовывали планы Бога. По-моему, это вот так связано с человеком. Да. Но тем не менее, смерть нужно будет пробить в конце концов. Обязательно порядок. Не знаю. На самом деле, связь смеха и смерти, мне кажется, это просто вообще базовая вещь, некоторая, это отдельный совершенно разговор про анекдоты, зачем мы смеемся и что такое этот смерть над анекдотами, это очень непростая вещь, если задуматься. И по моей теории это не важно, но это связано со страхом смерти. Человек не может на некоторые вещи смотреть, потому что он боится смотреть им в лицо, и поэтому его как бы щекочут этими идеями, в форме анекдотов, что он не целиком воспринимает эти идеи, а только в намеках. И над этим может смеяться. Это очень правда. Спасибо, Нахам. Кто-то еще? Ну, наверное, я скажу. Конечно, смерть штука довольно непонятная, но мне кажется, что когда человек проходит шву, та степень духовного освобождения, которую он получает в этот период, является вот отблеском смерти, то есть тем отблеском степени свободы, которую мы обретаем, будучи вне тела и вне времени. Вот так. Еще раз, боюсь, что я понял не до конца. Ну, вот, когда человек делает шву, да, на определенное какое-то, потому что мы же обсуждали в ранних уроках, что их несколько, мы в каждом качестве себя исправляем, да, и когда ты чувствуешь, что некое качество, некое прошлое и взгляд на него в тебе исправлено, ты испытываешь освобождение от некого груза. Да. Вот, и возможно смерть является чем-то похожей, но чем-то большим. Это, как бы, шува, это отблеск вот степени освобождения, облегчения, когда физическая оболочка, мы не связаны ни с временем, ни с телом. Вот такая, я понятна? Да, но как-то связано с смертью. Как, вот смертью есть, то есть это человечество в конце концов поверит, что это этапность, это легкий этап, и таким образом уйдет страх. То есть каким-то образом в человечество придет вера в то, что сознание не остается в пустоте, что оно обретает некое счастье, повышает свой уровень, я не знаю, как это сказать, идет выше. Наверное, человечество как-то в этом убедится. И тогда смерть перестанет быть такой страшной, конечно. Окей. Спасибо. кто-то еще хочет сказать? У нас наши глаза очень интересны. Вот. И следующий отрывок тоже будет хороший, я до него не доберусь сегодня, так-то он, во-первых, длинный, во-вторых, его перевести, но он тоже рассматривает тему смерти немножко с другой стороны. Хорошо. Подытожим. Мне было очень важно сказать то, что мы сделали в начале, введение по поводу того, что если наша основная борьба идет с отчаянием, то смерть, она корень отчаяния, и поэтому обязательно в порядке нам нужно победить смерть в конце концов, иначе это все будет немножко по наружку. есть у Рава места, где он говорит, как можно приблизиться к победе над смертью, как, допустим, наше место. Есть места, где он говорит про окончательную победу над смертью, и мы также в нашем мире видим и приближаемся к этому. Мне тоже очень важно сказать, что победа над смертью это не какое-то только духовное понятие, это обязательно и материальное понятие тоже. Мы по-простому прекратим хоть момент умирать. И насколько я вижу, это может занять уже относительно небольшое время. В нашем отрывке Раф нам сказал, что отдалиться, прекратить бояться смерти, даже не победив ее еще, это с помощью того, что мы начнем предавать духовной жизни серьезную, смотреть на ее серьезно. Соответственно, глубже делать чего? Это путем духовного поднятия шувы, путем также присоединения к народу. То, что Равне сказал, сказано в другой месте, соответственно, жизнь семьи, дети. То, что сказано здесь, это прикрепление к народу, народ, прикрепление к всему бытию, все бытие, которое прилепляется к Богу, это тоже, мы тоже получаем матрешку, когда каждое более мелкое состояние жизни прилепляется к более широкому состоянию жизни, в конце концов мы прилепляемся к жизни жизни, и так мы дотрагиваемся до бессмертия, но в конце концов этого не написано у нас смерть должна отступить совсем. Хорошо, тогда на этом ты хочешь это добавить? хорошо, мы закончим тогда на этом сейчас, потому что все время мне не хочется, тему я закончил более или менее. Натана, можно немножко юмора напоследок? Вы знаете, это все похоже на сохранение сознания в искусственном теле? Так, а подробнее? Глава профессора Долля? Нет, чтобы все нервные клетки работали, все тело должно быть, пальцы там, ну все. Это один из наиболее реальных сценариев, по-моему. Запросто, запросто, запросто. Неизвестно. Как это будет реально, я не знаю, как это воплотится. Но сегодня мы уже видим, что мы уже не подошли вплотную, мы не подошли вообще. Мы уже можем начать мечтать, переписать человеческое создание на какой-то другой носитель компьютерный и так далее. То есть это еще очень-очень далеко от возможностей современной технологии, поэтому мы не подошли, не подступились и еще чуть-чуть. Но мы уже достаточно близко, чтобы об этом можно было мечтать. Это безусловно. Да. Я думаю, кстати, если уж про то пошла речь, про гораздо более простой прозаический вариант, потому что действительно в нашем теле мы сможем жить в бесконечное количество, медицина улучшиться, болячки победим, старость победим. Будем выращивать хвост. хвост можем отрастить, потом его пусть отвалится. Копии свои делать. Один вот такой вариант это в киборги перейти. Полу-робот, полу-машин тоже на сегодня тоже к этому мы и сильно идем. Глазные протезы, ушные протезы, ножные протезы, ручные протезы, сегодня есть руки бионические протезы, когда рука уже двигается. Она еще не чувствует, но ты уже можешь ей что-то делать. На очереди протезы, которые начнут чувствовать. То есть это действительно связь граница между тем, между роботом и человеком, она тоже начинает размываться. Но мне более импонировать, это тоже одна из важных вариантов, не переписать сознание на дискету, а тело как бы какие-то дополнительные механизмы, которые будут лучше его очищать и так далее. Восстанавливать. Восстанавливать, именно да. И живи себе две тысячи лет. горы не знают. Вот. И это уже близко. То же, то есть это уже здесь уже не нужно мечтать, этим уже занимаются уже реальности. Конечно, это все идет параллельно развития технологии, оно идет параллельно с моральным развитием человека, безусловно. Да. Спасибо. Спасибо всем. Добрый вечер. Нужно проверить, что у нас с Facebook, почему-то он не подключился у меня сегодня. Это бывает. Я вообще разочаровалась. У меня несколько раз не подключался, я перестала подключаться. Наоборот, несколько раз подключался. У вас было все нормально, да. Хорошо. Ну, я вам счастлива. Спасибо. Спасибо.